Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на тему, почему жена не хочет мужа. К сожалению, проблема, которая беспокоит достаточно большое количество людей и мужчин в том числе. И поэтому сегодня разберёмся, почему же такое случается и, главное, что с этим нужно делать. Я рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня мы разберёмся именно с медицинской, физиологической точки зрения, почему же такое происходит и вообще что с этим делать. Друзья мои, подписаны ли вы на мой канал? Если вы ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь, делитесь вашим мнением, задавайте интересующие вас вопросы, чтобы мы с вами больше общались, не потерялись, и вы будете в курсе самых интересных тем. Ну что, давайте разбираться. Сегодня, конечно, тема либидо, тема отношений всегда пользуется большой популярностью. И часто именно проблема в том, что жена теряет интерес. То есть у мужчин здесь немножко проще, на мой взгляд. То есть вот мужчина захотел, допустим, повысить отношений, захотел интимной связи. И он, соответственно, приходит к жене, да, к партнёрше. А партнёрша говорит, ты знаешь, вот я не хочу. Соответственно, здесь у мужчины три варианта событий. Три. Первый вариант, что, ну ладно, не хочешь, не хочешь, мужчина терпит, 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 терпит. То есть у него происходят застойные явления в органах малого таза. Потому что для мужчины, как и для женщины, очень важна, соответственно, регулярность интимных отношений. Да, потому что это физиологический, медицинский абсолютно процесс. Абсолютно. Я даже, у меня есть видео на тему, какие будут заболевания и что будет, если у тебя не будет интимных отношений достаточно долгое время. Поэтому и эта тема вот обычно закрыта. Она очень табуирована. То есть на эту тему нельзя разговаривать. Но мужчина, он ждёт, да, ждёт. Соответственно, либо это начинаются вредные привычки, то есть алкоголь, курение. Он заменяет выброс вот этих положительных. У него нет этих положительных гормонов, этих гормонов удовольствия, счастья. И он пытается их заменить. То есть это многое ест, соответственно, вредные привычки и так далее. Да, то есть потом возникают проблемы с потенцией. А потом та же жена приходит и говорит, ты знаете, у меня муж-то ничего не хочет. И у него ничего не получается. Так здесь неудивительно. Потому что женщины очень часто сами абсолютно в этом и виноваты. А женщин мы тоже коснёмся, вы не переживайте. Дальше. Второй момент. То есть мужчина идёт за какой-то быстрой связью. Сейчас огромное количество разных массажей, интим услуг и так далее. То есть он идёт и там временно за деньги получает вот эту разгрузку, выброс этих эмоций негативных. То есть ведь мы с вами уже разбирали и говорили про то, что для мужчины вот именно сексуальная связь нужна для разрядки. То есть вот у него весь негатив, да, весь вот этот стресс накопленный, он как бы выливается. То для женщины интимная жизнь, она нужна для зарядки. То есть женщина наоборот. У неё как бы она заряжается от мужчины вот энергией, гормонами. То есть происходит вот серьёзная-серьёзная зарядка самой женщины. Вот, поэтому, соответственно, или, как я уже сказала, третий вариант, он ищет себе, партнёрши на стороне. То есть отсюда уже появляются там любовницы, с которыми потом там жёны воюют, там переживают, всё время что-то делят. То есть вот вам развитие событий. Соответственно, здесь каждый мужчина уже выбирает. То есть кто-то терпит, ладно-ладно-ладно, запивает там алкоголем и так далее. Кто-то идёт на какие-то платные встречи, а кто-то уже на постоянной основе заводит себе партнёршу. Именно для того, чтобы происходила вот та самая разрядка, потому что у жены постоянно какие-то там проблемы. Дальше. Соответственно, почему это происходит с женщиной? Здесь, конечно же, я посвящу целое видео теме женщины. Я ни в коем случае не оправдываю в данной ситуации женщины, потому что это может случиться раз. Но женщины делают так, что мужчина должен вот пойти по этим трём вариантам. Что у неё сегодня голова болит, завтра там ПМС, послезавтра ещё что-то. И она сама отбивает от себя, от своей энергии, от своей личности, да, вот мужчину. Это точно, конкретно, вот прям 100%. Поэтому эта проблема такая достаточно серьёзная. Если женщине не хочется, значит, она должна пойти к гинекологу и разбираться, почему ей не хочется. Возможно, это серьёзный гормональный дисбаланс. Возможно, это какие-то другие функциональные заболевания. То есть нужно разбираться, почему не хочется, есть какая-то причина. Если медицинских вроде бы ярких причин нет, значит, надо идти к сексологу и разбираться, да. То есть может ей конкретно что-то не нравится с партнёром. И это всё обсуждается. Сейчас надо искать взаимодействие, надо искать выходы из сложившейся ситуации. Наиболее частая причина, что просто надоело. И надоело одному партнёру, надоело другому партнёру. То есть вот притёрлись, там 20 лет живёте, 10-15 лет вместе, конечно же, вы уже друг другу как бы надоели. Потому что отношения, они не могут всегда быть наполнены страстью. Когда мне об этом говорят очень много разных блогеров, разных психологов, что вот там страсть в отношениях 10 лет, 15-20. С точки даже зрения физиологической, это невозможно. Невозможно. Я всегда привожу пример. Вот как бы вы не любили есть гречу, но если вы её едите каждый день, два раза в день, в течение нескольких недель, двух недель, да вам потом уже эта греча будет поперёк вообще горла, понимаете? Вот. Соответственно, это абсолютная норма. Это касается там продуктов, одежды, отношений, чего угодно. То есть мы сначала это новое, сначала это интересно, потом происходит привыкание, привыкание, привыкание. Поэтому сейчас всё-таки мы вышли на то, что над этим можно работать. Есть различные, соответственно, массажи, спа, есть различные там мероприятия. То есть можно сходить, посмотреть, как-то разведать. То есть нужно с этой проблемой работать. И для того, чтобы у вас была страсть в отношениях, для того, чтобы у вас была вот эта вот энергия сексуальная, для того, чтобы не было проблем с интимной жизнью. А пока вы это всё вот заедаете, запиваете и на это не обращаете внимания, никакого толку, безусловно, не будет. Поэтому, дорогие женщины, обращаюсь к вам. Нужно выяснить, с чем эта проблема связана. И над ней, конечно же, работать. Друзья, жду ваши вопросы, ваши комментарии под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Также жду о своём телеграм-канале. Первая ссылочка в описании. Будем обсуждать сегодня очень интересную тему. Поэтому не пропусти. Обязательно переходи, подписывайся. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok